Космические аномалии, систематически возникающие и воздействующие на Землю, согласно данных американских ученых, могут стать причиной наступления нового ледникового периода в ближайшее время. Одновременно с американскими учеными, британские климатологи заявили, что Европу ожидает самая холодная и затяжная зима за последние 100 лет. А уже через 13 лет на Земле и вовсе наступит новый малый ледниковый период. Согласно прогнозов метеорологов, зима будет очень суровой и продлится вплоть до апреля 2018 года. В частности, в Европе ожидается много снега, сильные ветра и морозы до минус 30 градусов по Цельсию. Как известно, самой суровой зимой пока считают зиму 1708-1709 года. Эксперты назвали несколько причин, которые способны вызвать всемирное похолодание. Во-первых, потепление вызывает таяние ледников Арктики, Антарктики и Гренландии. Все новые трещины рассекают многокилометровую толщу льдов. Поступающие в океан кубокилометры пресной холодной воды меняют плотность океанических масс, циркуляцию термохолинной, то есть температурно-соленой воды. Это приводит к изменению течений, а соответственно и климата на континентах. Без течения Гольфстрим в Европе может воцариться настоящий сибирский холод. Во-вторых, при извержении вулканов, а особенно супервулканов, происходит сильный выброс в атмосферу, который вызывает эффект вулканической зимы, сильного похолодания в планетарном масштабе. Когда пепел и сернистые газы образуют сернокислые аэрозоли и в стратосфере распространяются, как покрывало над всей планетой. В следствии этого солнечные лучи в малом количестве доходят до поверхности Земли, что вызывает похолодание климата. В результате солнечные лучи не смогут прогревать почву, и образуется эффект обратный парниковому. Воды начнут замерзать и превращаться в ледники, которые и приведут Землю к очередному всемирному похолоданию. Также не стоит забывать, что все вулканы на планете связаны между собой, и если происходит извержение хотя бы одного супервулкана, это вызывает цепную реакцию во всех других вулканах и последующие за этим различные стихийные бедствия. И неважно, какой вулкан взорвется первым – Айра в Японии, Бардарбунга в Исландии, Йеллоустон или Лонгвели в США, вулканы на Камчатке в России или любой другой супервулкан. В-третьих, процессы, которые происходят в двух слоях Солнца, одном – в конвенционной зоне, и втором – ближе к поверхности, за период 26-летнего цикла достигнут максимума примерно одновременно, но на противоположных его сторонах. Поэтому они нейтрализуют друг друга, что приведет к резкому падению солнечной активности в целом. Как говорится в докладе ученых АЛЛАТРА НАУКА о проблемах и последствиях глобального изменения климата на Земле, эффективные пути решения данных проблем. В мире уже насчитываются десятки миллионов людей, вынужденных покинуть свои дома из-за стихийных бедствий. Каждый год эта цифра растет. В ближайшем будущем климатических беженцев будут миллиарды. Проживание на огромных, опустошенных, подтопленных стихиями, зараженных вследствие техногенных катастроф территориях будет невозможно. Тем временем большинство людей до сих пор беспечно возлагают надежду, ответственность за свои жизни и ожидание помощи и каких-то действий на тех, кто первым сбежит при малейшей угрозе. Всем людям стоит задуматься, если уже сейчас, в относительно мирное время, жрецы и политики мировой элиты обеспокоены лишь обеспечением собственного благополучия и спасением своих семей, то что будет в ближайшее время, во время глобальных катаклизмов? Считать, что проблема выживания всего человечества не коснется вас лично, ваших детей и внуков, крайне непредусмотрительно. Это равносильно тому, что обречь себя, своих детей и внуков на погибель. Если вам понравился наш выпуск, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе новостных климатических событий в мире. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!